Уборочная компания. Совхоз Новый завершает заготовку зимних кормов. Старость в радость. Пенсионеры Мирного ведут активный образ жизни. Алмазный забег. 8 сентября. Все желающие могут поучаствовать в кроссе по улицам Мирного. В этом учебном году в Политехническом лице Мирного продолжает работу Алроса-класс. 29 учеников этого 10 класса планируют в будущем выбрать профессию, необходимую для алмазной компании. Для поступления в Алроса-класс ребята прошли тестирование по профильным предметам – математика, физика и информатика. Уже сегодня они принимают участие в корпоративных мероприятиях и общаются с молодыми специалистами Алроса. Активная работа ведется по взаимодействию с ведущими вузами страны. 7 сентября в Алроса-классе пройдет тренинг на организацию командной работы. Завтра у нас состоится команда образования для Алроса-класса, который набрали в этом году. Это 10 класс в Политехническом лицее. В классе 29 человек. Из них 16 человек – это вновь прибывшие ребята в этот класс. И завтра для них Совет молодых специалистов совместно с нами проведет тренинг на команду образования, который пройдет в городском парке. Тренинг будет проводить Курбанова Злата Райнуровна, это специалист моего отдела, и Волков Сергей. Совхоз «Новый» готов к зиме. На предприятии заканчивается заготовка кормов для рогатого скота. Сегодня убрано 230 гектаров из 280. Заготовлено 1642 тонны зеленой массы и 800 тонн тена. План в совхозе «Новый» перевыполнен на 2%. На уборочных работах задействовано 2 комбайна и 5 автосамосвалов. Все работы по заготовке кормов на зиму завершатся на следующей неделе. У нас имеются договоры с Сунтарским улусом, у нас там 12 договорников. В общем, 35 звеньев работало в этом году. Меньше, чем в прошлые годы, потому что у нас план в этом году снизился из-за снижения поголовья. К зиме готовятся и лесные звери. Некоторые ищут пропитание в людских поселениях. На этой неделе сотрудница совхоза «Новый» Анна Долголюк встретилась с медведем прямо на рабочей смене. Все подробности в сюжете Иваны Филипповой. На окраине поселка Орылах на территории складов медведь напал на человека. Девушке чудом удалось убежать. Сейчас ведется охота на хищника. Все произошло в ночь на 1 сентября. Алина Долголюк во время дежурства услышала посторонние звуки на территории склада. Она первым делом подумала, что это воры. Выбежала с фонариком на улицу. В темноте увидела чей-то убегающий силуэт. Бесстрашная девушка решила перехватить ночного гостя. Я-то ожидала человека, а выходит большое тело мохнатое, рычит на меня, бежит на меня. А я в ступоре стою. Ну, я-то думала, это человек. От неожиданности стою. Ноги у меня не слышатся. Хочу бежать. В последний момент побежала, получается. Он за мной побежал. Все, он меня тут завалил. Уронил меня. Видимо, задел мотоцикл. Мотоцикл упал. Он от этого грохота вот к воротам побежал. А я забежала к себе. От ночной встречи остались только следы зверя на земле и рваная рана на спине у девушки. Ей просто повезло, говорят коллеги. В этом складе хранится у нас крылья взрослая и крылья с телячьей комбикором. Да, и на этот запах, наверное, и пришел этот медведь. На территорию центрального склада совхоза «Новый» медведь проник через проем под забором. Успел отодрать обшивку сооружения, а вот проникнуть вовнутрь не смог. Как говорят жители села, это не единичный случай, когда медведь подходит близко к населенному пункту. С весны косолапый наведывался не раз. Владимир Ильин – кадровый охотник. На его счету несколько медведей. Говорит, зверь, напавший на человека, опасен. Он может это проделать не раз. Сейчас медведь питается только ягодами. Утки уже оперились, улетели. Поэтому ищет мясо. Этот зверь людей уже не боится. А ведь по природе медведи должны их избегать. Уходить, как только почуют запах человека. В этом году на базе родовой общины Чуана была создана бригада охотников из четырех человек. В их числе и Владимир Ильин. Им выдали разрешение на регулирование численности хищников. Охота на опасного косолапого началась. Бегут не от пожара, не от этого, а просто еды не хватает. В сознании у медведя, как у человека, он на слабых не нападает. Мужчинам страшно, опасно очень. Мужчины сразу нападают. Они в нем видят своего охотника. Сегодня Алина Долголюк находится на больничном. Каждый день ходит на перевязку. Помимо этого, девушка проходит профилактическое лечение на базе Мирненской районной больницы. Пострадавшая поступила в воскресенье в травматологическое отделение по поводу резаной, скальпированной раны. Получает профилактическое лечение от бешенства, антирабическую вакцину. По словам специалистов, медведи впадают в спячку с ноября, а если осень выдалась теплой, то в декабре. Однако не стоит забывать, что те, которые не успели нагулять себе достаточного жира, вовсе не ложатся, а бродят в поисках пищи. Иванна Филиппова, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край». Гиганты Ленского речного порта – высотные краны. В навигацию с мая по октябрь они работают 24 часа в сутки. За работоспособностью этих великанов следит в ремонтных цехах небольшой коллектив и групповой механик. В Ленском речном порту это Михаил Крутихин. Сложно ли нести такой груз ответственности, разбирался наш корреспондент. Здесь важна каждая мелочь, говорит Михаил Крутихин, осматривая портальный кран. Огромную 200-тонную конструкцию высотой в 55 метров он с бригадой помощников осматривает ежедневно. Мы проводим ежедневный контроль, бригады слесарей проверяют. Я раз в 10 дней лично хожу все краны и сам еще проверяю. В такой махине тысячи деталей и мелочей. Каждой нужен контроль. Здесь это жизненно важно. Надо знать какие-то слабые места в этих кранах, потому что это тоже механизмы огромные. Там же работают и крановщики, и строполя, и все. Это надо, прежде всего, это безопасность, чтобы кран работал безопасно, и никто ничего не пострадал еще, и там ценный груз также. Михаил – групповой механик портальных кранов. Он в ответе за безотказную работу машины в навигацию. С мая по октябрь портальные краны работают 24 часа в сутки. Если агрегат выйдет из строя, времени на ремонт не будет, навигация не ждет. Вот и готовят гигантских исполинов зимой, когда затихает работа у причальных стенок. А летом – непрерывный контроль, чтобы все шло четко и по плану. Михаил Крутихин – один из тех, кто начинал карьеру в Ленском порту с самого низа. Еще в 2004 году студентом техникума приходил здесь практику слесарем. Сюда же пришел и после института с дипломом инженера. Показал себя как грамотный специалист. Проводил ремонт портальных кранов. Знает технику, правила технической эксплуатации. Работы организует хорошо, выполняет качественно. За добросовестный труд и высокие показатели в работе Михаил не раз награждался грамотами и дипломами. Одна из последних была вручена в профессиональный праздник – День работника алмазодобывающей промышленности. К своим обязанностям он подходит с умом и ответственностью. Такое отношение, а также знание каждой детали сложного механизма и нюансов производственного процесса гарантирует безопасность работников порта и выполнение плана по переработке грузов в навигационный период. Тихая старость посиделки на лавочке – это не про них. Мирнинские пенсионеры посещают танцевальные мастер-классы, занимаются фитнесом и танцуют под гармонь. Они участники проекта «Еще не вечер». О том, как можно с пользой провести время в почтенном возрасте, узнавала Иванна Филиппова. После 50-ти жизнь только начинается. В этом уверены мирнинцы почтенного возраста. Фокстрот, танго и вальс. Бабушки с галантными кавалерами разучивают не только танцы своей молодости, в программе и современные. Танцевальный мастер-класс – один из этапов нового проекта «Еще не вечер». Его организаторами являются культурно-спортивный комплекс и совет ветеранов акционерной компании «Алроста». В каждый четверг запланированы различные мероприятия. Например, в городском парке на свежем воздухе можно покружиться в танцы под звуки баяна. Этот проект получил название «Еще не вечер». Название достаточно символичное, потому что мероприятие будет проходить в 3 часа дня, то есть время не вечернее. Ну и этим названием мы хотим сказать, что несмотря ни на что, жизнь продолжается, бьет ключом. Как говорят сами ветераны, активный образ в почтенном возрасте не только укрепляет мышцы и повышает выносливость, но прежде всего это общение между собой. Очень прекрасно, что КСК сделали для нас каждый четверг вот таким позитивным, двигательным, когда мы двигаемся не только в парке, где ретро-вечера, не только в ДК, где мы учимся танцем, но и спортивные. Все это дает нам, во-первых, движение, во-вторых, это дает эмоциональный настрой, а в-третьих, это дает общение между друг другом. С пенсионерами занимаются профессионалы, спортивные инструкторы, хореографы культурно-спортивного комплекса «Алроса». Все упражнения для пожилых заранее продуманы. Небольшой вес допускается. Самое главное, конечно, правило «не навреди». И задача ознакомить людей, что такое вообще силовые упражнения. А мы знаем, что наше здоровье и наша молодость в упражнениях. Вперед, правая ножка с пяточкой. И раз, два, три. Лево. Раз, два, три. Уроки хореографии для пенсионеров проходят через каждые две недели в Доме культуры «Алмаз». Количество участников постепенно растет. Сюда приглашают всех желающих, активных и позитивных. Какие танцы хотели бы лучше разучить? Современные молодежные, да. Потому что они приносят что-то новое в жизни. Иванна Филиппова, Анна Винокурова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». 8 сентября в Мирном завершается сезон «Алмазных забегов». Эту летнюю акцию предложил горожанам культурно-спортивный комплекс «Алроса». Такое утро по душе алросовцам. Зарядка, легкая гимнастика для разогрева тела, а затем на низкий старт. Этим летом, каждое воскресенье, организаторы «Алмазного забега» ждали участников на стадионе «Триумф». Работники алмазных подразделений брали с собой жен, мужей, детей, не остались в стороне и представители зрелого возраста. Инициатива проводить такого рода мероприятия пришла в голову сотрудникам культурно-спортивного комплекса. Это не первый спортивный проект, который приняли на ура и активно осуществляют. Главная задача организаторов – привлечь работников «Алмазной компании» к спорту и здоровому образу жизни. Все настроены на получение положительных эмоций, заряда бодрости, как я сказал. Ну, в общем, хорошее настроение. Поэтому атмосфера замечательная и прекрасная инициатива КСК. Бежать первыми выпала честь работникам аппарата управления «Алмазной компании». Затем они передали эстафету «Алроса» бизнес-сервису, те, в свою очередь, другим подразделениям. В итоге на беговую дорожку вышли сотрудники УМТС, «Алмаз-дор-транс», «Алроса-газ» и Центр управления транспортом. По словам участников, такая спортивная дисциплина им необходима. Ведь для того, чтобы качественно выполнять свою работу, прежде всего нужны силы и здоровье. А бег – очень эффективный способ. Народ к спорту – это всегда было хорошо. А сейчас, когда лето у нас короткое, заняться спортом – само то. Я по себе знаю. С утра встать, побегать – это сразу заряжает. Прямо на столько количества дел, на день вперед просто. Организаторы уверяют, что такие мероприятия будут проходить каждый год. А пока впереди зима. Есть время подготовиться. Анна Брянская, Алина Нечаева, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Финальный «Алмазный забег», по прогнозам организаторов, обещает быть настоящим народным праздником. Старт всех желающих состоится 8 сентября с главной площади Мирного в 11 утра. А команда телеканала «Алмазный край» все покажет в прямом эфире. В это утро можно будет передать приветы друзьям, показать свой настрой и, возможно, даже новые кроссовки. Рассказать ведущим о том, почему ты выбираешь бег. И все это в прямом эфире. Рассказать ведущим о том, почему ты выбираешь бег. На этом у меня все. Новости региона доступны и в интернете. Подписывайтесь на «Алмазный край» в Инстаграме, ВКонтакте и Ютуб. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова